Я запишу этот влог. Привет! Сейчас отвечу на вопросы, которые вы мне задавали в инстаграм по поводу Черногории. Просто расскажу про все плюсы и минусы, которые я сама замечала. Я обычно вижу больше плюсов. Если вы куда-то приехали, вам нужно пробыть в этом месте какое-то время, неделю или две, и вам, возможно, что-то не понравилось, не отчаивайтесь, дайте шанс. Когда я впервые приехала в Черногорию и вышла на побережье, на променад Херцик-Нове, я была немного в шоке, но в итоге я влюбилась в эту страну, так что минусов здесь тоже много. Но плюсы прекрасные, поэтому давайте по порядку. Поехали! Не мое это. Тут одна девушка пишет, что в Черногории нет ненормальных супермаркетов, и шопинг здесь никакой. Серьезно? Шопинг? В Черногории? Супермаркетов много. Сеть называется «Идея». Они небольшие и маленькие, и там можно найти все, что угодно. Там просто километры прилавков. В этом году мы не поехали в Черногории за отзыв про грязные и переполненные пляжи. Все относительно. Здесь есть пляжи, где миллион народу. Мы на таком были недавно. Назывался Яс. Сегодня, в воскресенье, и мы, как идиоты, едем на самый большой пляж Черногории, который называется Яс. Недавно я переписывалась с Соней Хигай, и она мне сказала, что на Яс нужно ехать только зимой, потому что летом там одище. На Язе чуть не очень. Мы идем куда-то вбок, влево. Может быть, там что-то посимпатичнее будет. Сейчас я вам покажу. Яс. Если у вас есть возможность не ехать на Яз, не езжайте на Яз. Почему? Объясню. В Черногории очень много мест, которые гораздо, гораздо симпатичнее, чище и менее людный, многолюдный. Как это правильно? Очень много народу продают кукурузу, рыбу, раки. Я думаю, что вы меня поняли. Лежак стоит 10 евро на 2 человека. Ну, то есть, короче, по 5 евро лежак. И, честно говоря, я не понимаю, за что. Не понимаю. Про места, где поменьше людей и красивые виды на залив с пляжа. Например, Жанница. Мы туда ездили уже 4 раза за эту поездку. Ну и сейчас поплывем на пляж. Интересно, я очень тихо говорю. На пляж Жанница. Направляемся на пляж Жанница. Ждем кораблик. А потом прокатиться на носу. А потом прокатиться на носу. Когда ты рад чешется, это страх не тому, как прокатиться на мотоцикле или в каприолете. Но еще я боюсь гореть, поэтому есть 2 полотенца. Вода какая? Вода хитая. Мы приплыли на ВЖанницу. На Жуни. На ВПО. Мы приехали. Мы приехали. Смотри, какая вода. Покажи воду. Воду покажи. Воду сними. Смотрите, вода. Вода. Я маленько, красиво. Что ж, мы наконец-то приехали на Жанницу. В Жанницу. Не знаю. Короче. Меня спрощает мой основной фотоаппарат. Потом вроде как должен сесть этот. А почему? А потому что я победитель по жизни. Все. Вот сегодня мы здесь. Надеемся, что за 2 года здесь что-то изменилось и открылось побольше хороших ресторанчиков. Вот смотрите, я сейчас покажу вот этот. В этом ресторанчике мы были 2 года назад. И здесь невкусно. Но дорого. И невкусно. Можем туда, можем туда. Но там же невкусно было. Пошли туда. У них очень везде смешные названия такие. Дорожничи. Дорожничи. Я сначала прочитала, как ржаники. Нет, как ржачики. 12 евро салатик. Жасминога. И оса. Как вонут. Что можно рассказать о жаннице? В выходные народу много. Там есть дорогой пляж рыбарское село. Потом есть обычный пляж. Мне кажется, там 3,5 евро стоит лежак. И есть пляж между ними на понтоне. Тоже стоит лежак в районе 3,5 евро. И еще отдельно, по-моему, 2 евро за зонтик. Сейчас Лера и Женя пошли пробовать новый объектив на GoPro. Там спуск сразу с понтону глубоко. Спускаться надо аккуратно, потому что там очень много морских ежей. В Жане цыплы где-то 40-50 минут. Если выплывете от Херцехнови. Проезд стоит в среднем где-то 3 евро. Где-то дороже. Вчера вот мы обратно плывали за 5. Но если брать билет туда-обратно, то обычно получается дешевле. Здесь достаточно просто. Но это не мешает этому месту быть безумно красивым и милым. Здесь не дешево, потому что это достаточно популярное место. Но кормят неплохо. Вокруг меня поют цикады. Здесь очень много оливок. Это оливковая роща. Это с другой стороны пляжа. И пусть не отдыхаем вон там вон. А вчера были вон там. Музыка огонь. За время, что мы здесь не были. То есть я здесь была бы не раз два года назад. Здесь построили отельчики. Не с таким видом. Минутка рекламы на этом канале. Пожалуйста. Четыре жидких птич. Отсюда все плывает обратно домой. Мы тоже скоро поплывем. Четыре жидких птич. Честный кит. Субтитры сделал DimaTorzok